Коллеги, всех приветствую. Меня зовут Андрей Лунёв. Приветствую вас на нашем вебинаре, в котором речь пойдет сегодня про платформу распознавания лиц и про систему контроля управления доступом. Первое, что хотел спросить, меня слышно, видно? Отлично. Сегодняшнюю презентацию будет вести Сергей Тертычный, генеральный директор компании Технозрение. Он является разработчиком данной платформы и максимально коротко и полезно все его расскажет. За информацией по поводу данного продукта можете обращаться в отдел Mobutics, либо ко мне, либо к Дмитрию Чернову. Также прошу вас задавать вопросы в ходе презентации. Сергей, тебе слово. Здравствуйте всем. Я тоже рад вас всех здесь приветствовать. Надеюсь, меня тоже все слышат и видят мою презентацию. Да, действительно, сегодня я хотел бы с вами рассказать про наш продукт, который называется PaSystem. Это интеграционная платформа доступа с использованием технологии распознавания лиц. Начну, наверное, с небольшого представления, что мы за компания, почему нас стоит слушать и почему мы имеем те или иные компетенции в скудах и в софте и так далее. Наша команда состоит из... Это группа компаний, в которые входит несколько, и у каждой из компаний и у отдельных людей есть компетенции, которые это все и составляют. То есть это 20-летний опыт интеграции в систему безопасности. То есть это любые системы, которые туда входят. Это и контроль доступа, и видеонаблюдение, и периметральные системы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень такой глобальный опыт. Около 15 лет одна из групп компаний занимается созданием высоконагруженного и отказоустойчивого софта для компаний в рынке телекомы. Это компания связьком, компания мобилфонд туда тоже входит. Они разрабатывают довольно-таки сложные системы. Ну и, собственно говоря, я – это человек, который уже в довольно долгое время занимается внедрением проектных решений различного уровня, в больших корпорациях и не только, и довольно это делал. Ну, теперь расскажу про архитектуру нашего решения, что это такое, из чего оно состоит. Вот как вы видите на этом слайде, если посмотреть на его правую часть, это довольно сложная такая штука. Здесь очень много различных модулей и взаимодействия между ними. Но по факту это четыре части. Это сервис распознавания лиц, сервис интеграции со скудом, интеграции с базами данных и сервис визуализации. Я сейчас очень таблино-коротко расскажу про каждый из них, что он составляет и что из них каждый делает. Саму систему распознавания лиц мы используем не в собственной разработке, мы используем математику решений от компании Vision Labs, так как считаем их на данный момент одним из самых лучших поставщиков именно математики распознавания лиц. Это не только наше мнение, это мнение различных компетентных институтов типа НИСТа или еще каких-то и мнение компаний с рынка, которые используют тоже такие решения. Это, к примеру, Сбербанк, МТС, Кинькофф Банк, в общем довольно много больших компаний, которые с ними сотрудничают и поэтому мы с ними тоже в том числе идем как с технологическим партнером. Там сервис интеграции со скудами это уже наши прямые компетенции. Мы умеем и интегрируемся с топовыми производителями системы контроля управления доступа. Делаем это различными способами, как программными, так и аппаратными. На данный момент, к примеру, у нас есть программная интеграция по протоколу Anvif с производителями системы контроля доступа Парсека и Элсиса. На стадии разработки сейчас находится компания Росгард, компания Перка, компания Сигур и Супрема. На данный момент вот эти организации с нами тоже находятся в разработке именно программной интеграции. Ну и в том числе у нас есть еще и аппаратная интеграция. Это устройство, которое мы самостоятельно спроектировали, разработали и, собственно говоря, сделали как устройство. Это преобразователь интерфейсов, который преобразует сигнал из IP в сигнал Vigant, который понимает сами системы контроля доступа. То есть это для них то самое число, которым они оперируют для принятия решения по открытии исполнительных устройств. Ну и наряду с этим у нас есть довольно большой опыт интеграции с базами данных различного уровня. Если говорить про какие-то предприятия, то это интеграция с 1С ЗУПом, с завода управления, с кадровыми системами, интеграция с ТЭСой, интеграция обсуждалась, вот, ну, думаю, что скоро начнется с компанией Usoft, которая у вас сейчас используется как сервис доступа к печати. То есть это тоже наши компетенции, мы это понимаем, как делать. И собираемся использовать это в нашем решении. Ну и во главе всего этого дела, естественно, это сервис визуализации, это веб-интерфейс. Это довольно важная история, потому что на данный момент в предприятиях и компаниях различного уровня используется довольно много различных систем, и у каждого из них есть какой-то свой интерфейс, свое приложение или еще что-то, и довольно неудобно пользоваться всем этим разом. То есть приходится переключаться, нет никакого прямого взаимодействия между этими системами. Очень сложно создавать какие-то рациональные отчеты или управлять различными системами. И, естественно, по логичным решением всех этих проблем является какой-то единый дашборд. И мы думаем, что этим дашбордом, нам хочется верить в это, чтобы этим дашбордом стали мы как раз с нашим веб-интерфейсом, где можно будет делать эти отчеты, где можно будет рассматривать сквозные интеграции между различными системами, различными базами данными, различными системами контроля управления доступом, которые могут находиться в рамках одного предприятия, и всем этим управлять с одного монитора. То есть мы в нашем интерфейсе как раз-таки собираем всю необходимую информацию как раз-таки и со скудов, и с различных других паст-данных, и делаем это визуализационно красиво, наверное, так это можно сказать, и информативно. Причем эта информативность, она заключается не только, что это веб-интерфейс, мы его еще делаем удобно для пользователя, то есть это так называемый юзер-френдли интерфейс, который в том числе может быть доработан, изменен под определенные требования заказчика, так как мы самостоятельно его разрабатываем, мы его можем предоизменить вплоть до того, чтобы покрасить его в цвета или там сделать дополнительные какие-то поля в него внести, или сделать дополнительную какую-то отчетность, или еще что-то сделать. Ну вот еще мы гордимся такой штукой, как так называемый маппинг. Это история, когда на карте, на цифровой карте предприятия или компаний можно отследить, кто как ходил, где он в онлайне находится, сколько людей находится в тот или иной момент в здании. Это довольно удобная штука, не только в рамках безопасности, но и в рамках повышения эффективности предприятия. То есть можно, благодаря этой информации, можно составлять отчеты по эффективности передвижения сотрудников в рамках предприятия и, к примеру, пересаживать людей, я не знаю, или сделать так, чтобы эти люди начинали взаимодействовать с другими какими-то подразделениями по-другому. Ну то есть это история как раз-таки про эффективность использования пространства. Это некий элемент аджайла. И в итоге из всего этого мы получаем пэмп-интерфейс, который дает нам единый мониторинг безопасности на предприятии и позволяет создать некую, получается, метрику для аналитики эффективности сотрудников. Вот так. Тут на этом слайде я бы хотел вам рассказать, где и в каких вообще предприятиях или отраслях рынка эти истории могут пригодиться или где они уже прям нужны по каким-то причинам. То есть на этом слайде я не буду рассказывать про каждое постановление правительства. Если нужно будет, можно будет потом поговорить отдельно, что из них, какое значит и почему это нужно. Но здесь видно, что их довольно много. И каждое из этих постановлений правительства так или иначе регламентирует установку биометрических систем контроля. Если вот, допустим, взять промышленные предприятия, я вот здесь указал постановление правительства 485-е. Это постановление правительства для топливно-энергетического комплекса. И в этом постановлении правительства прям регламентировано, сделано таким образом, чтобы на предприятиях этого комплекса были двухфакторные идентификации. Это обозначает, что должна быть, к примеру, и карта, и еще какой-то биометрический признак, какая-то идентичность. То есть либо это распознавание лиц, или это отпечаток пальца, отпечаток ладони, сетчатки глаз или еще чего-то. Это позволяет как раз-таки разговаривать с заказчиком о том, что им нужно и необходимо это внедрять. Они из-за этого получают, возможно, какие-то штрафы или предписания какие-то. Это такой повод для разговора, а давайте посмотрим, как это можно сделать в рамках системы распознавания лиц. На спортивных объектах все то же самое. На объектах транспортной инфраструктуры, там вообще, видите, их очень много, они разделены. То есть есть отдельные постановления для метро, отдельные для аэропортов, отдельные для автовокзалов, ЖД вокзалов и так далее. Все это есть, это клиентам необходимо. Они эти решения ищут и, собственно говоря, оперировать этими постановлениями можно в том числе в переговорах или каких-то первых обращениях к этому клиенту. В рамках образовательных учреждений здесь нет прямых постановлений правительства. Есть такое некое условие, которое называется паспорт безопасности, который заставляет делать определенные системы видеонаблюдения аналитические и обязывает устанавливать системы контроля доступа, но не регламентирует, как и именно. То есть я чуть дальше покажу один из кейсов, которые мы делали в рамках образования, что мы там сделали и почему мы это сделали, и почему это можно делать дальше в рамках образовательных учреждений. Ну, в общем и целом, если посмотреть, то индустрия применения по продукту захватывает практически все рынки, все сферы и везде это можно использовать. Главное, чтобы применять, как это можно и для чего это нужно самому предприятию, ну, тут уже лучше, наверное, находиться в стадии переговоров, чтобы задавать конкретные какие-то вопросы. Вот. Сейчас я хочу сделать небольшой такой интерактивчик, в котором я попрошу вас сделать ответы. Мы сейчас с вами попробуем такой слайд, мы попробуем победить алгоритм распознавания лиц, посмотрим, у кого это получится, насколько это вообще, в принципе, возможно. На вот этом слайде находится 6 пар людей, я прошу вас попробовать угадать, кто из этих людей действительно идентичны друг к другу. Ну, допустим, на слайде 1 это один и тот же человек, на слайде 2 это один и тот же человек, ну и так далее. Давайте я дам вам минут 2, наверное, посмотрим, у кого это получится. Ну, давайте посмотрим, у кого это получится. Коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь. Есть опросник, появился или нет? Сергей, опросник появился, а презентация исчезла. Презентация исчезла? Так, а как сделать, чтобы и так, и так появилось? Теперь опросника нет, да? И презентации нет. Очень странно. Так, презентацию видно, опросник остался. Продолжение следует... 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 Я думаю, что мало кто догадался. Обычно люди не всегда угадывают. Давайте примем за факт, что очень мало людей отгадало. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему так происходит. Наша с вами нейросеть в виде нашего мозга подвержена очень разным сопроводителям, по факторам, которые мешают нам делать очень правильные ответы. На этом слайде они примерно все видны. Почему же так было сложно определиться? И это изменения любые, которым подвержен человек. К примеру, новая прическа, новый пакияж. Мы уже можем не узнать одного и того же человека. Вот на примере Джона Деппа мы тут видим, что это абсолютно один и тот же человек, но выглядит абсолютно по-разному. Если мы представим себе ситуацию, что мы сидим на бюро пропусков и должны анализировать входящий поток, когда, допустим, в 9 часов утра заходит около тысячи человек, шанс того, что человек принимает правильные решения, он довольно маленький, он очень сильно ошибается. Да и в принципе у него нет шансов реально распознать всех. Поэтому и внедряются технологии распознавания лиц. В том числе мы таким образом убираем именно человеческий фактор ошибки. он настолько серьезен, что на некоторых объектах, на которых, допустим, мы проводили демонстрации, мы замечали у людей ошибки, когда мальчика за девочку принимают. Ну или вообще там, в принципе, абсолютно разные, ну получается, люди проходят по карте абсолютно другого человека. Это вообще недопустимо в рамках системы контроля управления доступа. Поэтому и появились такие технологии. Вот. На этом слайде я хотел немножко похвастаться, рассказать про наши истории успеха. У нас есть два проекта довольно крупных и серьезных, которые мы реализовали за 19-й и реализуем в течение еще 20-го года. Здесь как раз два разных кейса. Первый кейс – это система контроля управления доступом прямо на предприятии. Это Красноярский завод цветных металлов. Мы уже находимся на четвертом этапе масштабирования системы. И на каждом этом этапе мы расширяемся не только в качестве использования различных точек доступа, но мы расширяемся в том числе и в использовании самой технологии в различных системах. Началась вся история на Красный цвет мети. Она началась с того, что мы стали увольнять систему распознавания пальцев и внедрять систему распознавания лиц. Увольняли мы идентификацию пальцев по одной простой причине, потому что эта система на больших данных, когда в базе находится больше 10 тысяч лиц, она начинает довольно часто поплажнить. В системах контроля доступа есть такие понятия, как ошибка первого и второго рода. Эти понятия говорят о том, что человека вообще, к примеру, не пускает, но он есть в базе данных. Это ошибка второго рода. Ошибка первого рода – это когда человека пускает все-таки на территорию предприятия, но пускает его под другим именем. То есть ошибается, прикладывая палец «я», а распознается как кто-то другой. И уже второй человек может не попасть на предприятие или не выйти из предприятия по определенным причинам, именно технологическим и организационным. Поэтому было принято решение по замене этого идентификатора на лицо. Начали мы эту историю в 2018 году, начали мы с пилотирования. То есть мы доказывали свою гипотезу о том, что при использовании математики решений от компании Special Labs и интеграции этой системы с 1С и системой контроля управления доступа, мы уйдем от этих ложников. За 4 месяца мы развернули систему эту. То есть мы провели интеграцию с 1С, мы провели аппаратную интеграцию с компанией PS Smart. То есть я рассказывал ранее о наших устройствах. и поставили 4 точки доступа. Одна из них находилась на заводоуправлении, там где ходит как раз-таки топ состав предприятия. Остальные все стояли на периметре, и там проходили обычные, получается, рабочие. И мы проверяли эту гипотезу. За 4 месяца у нас не было ошибок ни первого, ни второго рода, и компания Crescent.net перешла с нами из R&D в заключение договора. И мы начали внедрять эту систему, то есть дописывать софт, дописывать правильную интеграцию, делать с ними правильные валидные фотографии всех сотрудников и доделать пайп-интерфейс под их конкретные задачи, которые были связаны с их инфраструктурой и с их регламентом по созданию пропуска, по управлению персоналом и так далее. Эту систему мы внедрили за 6 месяцев. Там 6 месяцев это вместе с интеграционными работами и монтажными работами, пусконаладочными работами, опытно-промышленной эксплуатацией. Ну, то есть это весь, получается, цикл полный от завершения R&D до введения системы в паевой режим. В итоге данная система уже работает на предприятии чуть больше года, и мы ее уже начинаем масштабировать. Вот есть второй этап, здесь видно. Мы масштабировали ее до 120 точек доступа на предприятии. На предприятии сейчас у них база данных составляет больше 20 тысяч людей. Это не только работники, это и разовые пропуска, это временные пропуска, это подрядные организации. Ну, в общем, все люди, которые заходят и выходят на красотмет, они все сейчас ходят только по лицам. Там нет ни карт доступа, ни распознавания пальцев, отпечатков пальцев, ничего этого нет, и есть только лица. И начали потихоньку внедрять, получается, маппинг. То есть строить карту предприятия и показывать, как передвигается персонал и, ну, вообще, в принципе, люди, которые попадают на территорию предприятия. На третьем этапе мы проширили до 200, получается, точек доступа. Это мы сделали чуть более точный маппинг с использованием не только системы контроля управления доступа, но и потокового распознавания, когда видеокамеры распознают людей просто в потоке. Это были установки в коридорах одного из корпусов. Мы доказываем на данный момент гипотезу о том, что можно делать более точный маппинг, используя текущую инфраструктуру предприятия, то есть не добавляя отдельных камер, переставляя их просто таким образом, чтобы использовать их для системы распознавания лиц и в том числе для системы охранного видеонаблюдения. То есть в два потока разделяем. Один поток идет на наши серверы, а второй поток идет в систему видеонаблюдения. Тем самым у нас получается более точная карта передвижения. Мы можем понимать, что человек зашел не только на территорию предприятия, не только в конкретное здание, но можем понимать, что он зашел на второй этаж или на третий, на четвертый, на пятый и так далее. То есть доказывая эту теорию, мы планируем, что количество точек вырастет в несколько раз, будем использовать во всех корпусах, которые есть на территории предприятия и создадим ту карту, по которой можно определять ту самую эффективность, о которой говорил несколько слайдов предыдущих назад, насколько люди эффективно тратят свое рабочее время и, возможно, стоит им как-то изменить их траекторию посадки или траекторию передвижения. И четвертый этап внедрения, который сейчас находится в этапе переговоров, это тоже некий R&D. Мы разработали модуль, который определяет в кадре именно человека, что это именно человек, а не животное, это не тень, это какой-либо другой предмет, похожий на человека. То есть мы с высокой долей вероятности, больше 90%, определяем это и информируем. Дальнейшая разработка этого модуля должна перерасти в анализ атипичного поведения. Атипичное поведение – это история, которая нужна для службы безопасности предприятия, которая контролирует периметр не только внешний, но и внутренний периметр. То есть есть определенные задачи в рамках данного предприятия, которые должны понимать, что происходит со человеком. Ну, допустим, он там резко присел или резко побежал, резко упал или еще что-то. То есть мы должны это идентифицировать и делать какое-то событие, дальше управлять это в необходимые системы, именно уже охранные. То есть это охранные системы или это на вебке будет у кого-то выводиться. Ну, тут слишком много рассказывать не могу, связан с NDA, поэтому вот очень кратко, так очень поверхностно про это рассказываю. Но в целом мы это видим как применение в периметральных системах, потому что очень важно понимать, что человек подходит, что это именно человек. Потом важно понимать, что человек подошел и что он делает. То есть если, допустим, предприятие находится в рамках, допустим, города, вот как раз тут нет, он находится прямо в рамках, получается, города, и периметр внешний. Рядом с ним выходят обычные люди, то есть они могут идти рядом и информировать об этом, ну, как бы службу охраны, смысла нет. Им важно понимать, что этот человек, допустим, резко присел возле забора и начинает что-то делать, или этот человек начинает перелазить через запор и после этого уже будет какое-то реагирование. Это что касается как раз цвет мета. Еще один наш проект – это Дальневосточный федеральный университет. Мы его делали как коллаборацией некой с нашим технологическим партнером Abusion Labs и компанией Сбербанк, которая являлась на этом проекте инвестором. И мы здесь сделали концепцию открытого SCUD. То есть это контроль доступа без применения исполнительных устройств. На данный момент на территории этого института не используется ни турникетов, ничего, вообще нет. То есть есть только информирование службы охраны о том, кто именно входит на территорию предприятия. Когда мы это делали, мы проводили с ними опросы. И, собственно говоря, у института всего лишь 4 пункта. Нужно было им знать о людях, которые проходят на их территорию. Кто это? То есть память, имя, отчество. Маршрут передвижения по территории, ну, либо кампуса, либо в нашем случае, как конкретно, это по корпусам, где они ходят. Их назначение, зачем они сюда пришли. И кто, собственно, согласовал им этот тут пропуск. То есть это некая автоматизация бюро пропусков, которая помогает не только определять, кто это, но и проводить потом какие-то расследования в рамках этого кампуса. Потому что сам кампус – это не режимное предприятие, это объект, на который доступ открыт практически всем. И у людей не должно возникать там сложности для того, чтобы пойти на территорию. Поэтому было принято вот такое решение. Мы установили там 100 камер по 8 корпусам и переходам. И благодаря этому на данный момент служба охраны, там сделан ситуационный центр, нас за этим следит. У службы охраны есть информация, кто входит на территорию, получается, корпуса, как он дальше передвигается. То есть если он попадает под какие-то там сомнения или что-то с ним происходит, ну не то, у охраны есть маршрут передвижения, они могут его найти очень быстро в режиме онлайн, посмотреть, где он в последний раз был, и отправить туда уже каких-то охранников, которые будут с ним проводить какие-то действия. Вторым этапом на этом объекте мы рассматриваем проектирование и модернизацию бюро пропусков, о котором мы вам говорим. Это уже интеграция с 1С системой. Это там есть некие показатели, именно KPI у преподавателей. Это, к примеру, посещаемость уроков порталом ТДФУ, то есть это использование внутренних сервисов самого, получается, кампуса. Это оплата питания, это выдача какого-то детективного материала, каких-то книг, я не знаю, каких-то методичек и так далее, посещение бассейнов. Есть еще история такая, как электронный студенческий билет, там тоже довольно обширное, получается, поле для работы. Мы сейчас находимся в стадии переговоров с институтом, как им это нужно сделать, как это будет продуктивно для них. И вот этот второй этап, я надеюсь, будет начать в этом году или в следующем. Из-за коронавируса пока ничего не понятно, что с этим происходит. Это вот из истории успеха то, что я могу вам рассказать и то, что мне хотелось рассказать, что вот такие штуки мы делаем, так это можно использовать в рамках любой компании, любого кампусного проекта, это must-have, в принципе, для всех. На этом слайде, ну, здесь вот как раз описаны, какие цели мы преследуем, внедряя данную платформу. О некоторых я вам уже рассказал. Вот я говорил на одном из слайдов, где я говорил про индустрию, я говорил про двухфакторную идентификацию. Это в режимных предприятиях, где прям есть забор, колючка и охрана, это очень важная история, то есть это какие-то предприятия, либо секретные, либо это предприятия, которые работают на Министерство обороны, к примеру. Для них это тоже очень важно. Даже, ну, тот же топливно-энергетический комплекс, тоже я говорил, для них это тоже важно. Здесь идет проверка не только сопоставления двух модальностей человека, то есть это карта и лицо, но еще и проверка на фальшивки всякие разные. То есть, ну, к примеру, может быть распечатана фотография на листочке и спорованная карта, и в теории можно пройти. У нас есть такой модуль, который называется Лайфность. Этим модулем мы отсекаем все возможные подделки. Это распечатанная фотография, это изображение на экране смартфона, планшета, монитора или еще чего-либо. То есть любые цифровые носители, которые могут быть использованы, эта система понимает, что это ложная история, и еще и информирует об этом службу охраны, что вот на данной точке происходит такое проникновение. Здесь также есть показатель, это вывод системы учета рабочего времени на показатели окупаемости. Здесь мне нужно рассказать более подробную историю. Учет рабочего времени, по большому счету, это одна из статей расходов на предприятии, которые очень сложно оценивать, потому что карты доступа, ну, к примеру, в основном они везде применяются, они передаются, они теряются, их можно украсть, их можно клонировать, то есть очень много каких-то факторов внешних, из-за которых учет рабочего времени не всегда является объективным. Есть история, которую мне разрешили просказывать, на предприятии группы компаний «Русал», одном из, работает 5000 сотрудников, и у них есть такой кейс, что люди опаздывают на работу и уходят раньше с работы. мы провели там некое маркетинговое исследование, взяли открытые данные по этим исследованиям каким-то и сопоставили с отратами этого предприятия. Если будет интересно, как мы это делали, я потом отдельно вышлю, там прям целые формулы. В общем, получилось таким образом, что если люди опаздывают на работу на один час и уходят с работы на один час раньше, то предприятие в 5000 лиц в год несет убытков на 40 миллионов рублей. Это довольно существенные суммы за год, и благодаря системе распознавания лиц, с которой невозможно договориться и которой невозможно обмануть, эти затраты можно окупать в долгосрочной именно перспективе. То есть мы говорим о том, что теоретически система учета рабочего времени может выйти на показатели окупаемости. Ну и также я рассказывал про систему, получается, маппинга, которая позволяет смотреть за эффективностью. Это вот сбор данных для оптимизации перемещения, повышенной удовлетворенности сотрудников. Это говорит о том, что сотрудникам не нужно таскать с собой различные идентификаторы, карты какие-то, которые можно забыть, лицо забыть невозможно, потерять его тоже сложно, и украсть тоже вообще никак. Вот. Ну, вот такие вот статьи доходов могут быть на предприятии при использовании системы распознавания лиц. Я уже говорил про окупаемость в рамках учета рабочего времени. Также на некоторых предприятиях есть история, когда у подрядных организаций жестко регламентированы зоны работ. То есть, ну, к примеру, контракт заключен на то, чтобы провести работы в зоне номер А, один из работников находится почему-то в зоне Б, и за это подрядчика можно штрафовать. Про размер штрафов, ну, они бывают разные. Я вот точно знаю, что, допустим, в рамках там Роснефти у нас в Красноярском крае на Ванкоре такие нарушения на третий или на четвертый раз, то есть, ну, там идут некие предупреждения, а на третий или на четвертый раз могут вообще, в принципе, разорвать контракт и не оплачивать ничего. То есть, это какие тоже можно посчитать как статью доходов. Ну, и в долгосрочной перспективе это уход от карт, автоматизация бюро пропусков и, как следствие, это сокращение фонда оплаты труда на охранниках, фонда оплаты труда на сотрудниках бюро пропусков, ну, и различных каких-то других сотрудников, которые будут условно уволены или сокращены благодаря внедрению системы автоматизации. Также оптимизация рабочих пространств, исключая физический контакт с оборудованием, это все в долгосрочной перспективе уходит все туда. Вот. Тут я хотел с вами поговорить про рыночный анализ, что сейчас есть на рынке и почему мы отличаемся от них и какие у нас есть преимущества, что вообще есть. На рынке сейчас есть, на самом деле, всего лишь три варианта. Это вот здесь они показаны. Это использование каких-то модулей в МС-системах, использование аппаратных устройств, которых уже большое количество появилось. Ну и самостоятельная интеграция это в рамках какого-то системного интегратора, когда он берет библиотеки у, допустим, того же Pajon Labs и самостоятельно пилит какой-то продукт в рамках отдельно взятого предприятия и что-то с этим делает в общем. Если говорить о системах видеонаблюдения, которые сейчас на рынке есть, вот я указал там Акроскоп, ITV, ISS, там еще много других каких-то есть. Это довольно бюджетные истории. Почему бюджетные? Потому что они используют, никто из них практически не использует математику серьезных компаний типа Pajon Labs. И это больше какие-то офисные решения, там небольшие, и стоят они довольно малых денег, и там нет никаких интеграций, это больше пакетные какие-то решения, которые регламентированы количеством лицензий и регламентированы узким каким-то функционалом. Поэтому если мы говорим про какие-то enterprise решения, про большие какие-то, про компании, то решения, которые предлагают именно WMS-системы, они не подходят в качестве распознавания, то есть они будут давать ложные какие-то данные, это раз. А во-вторых, их будет очень сложно прикручивать к существующей какой-то инфраструктуре, ну, внутри экосистемы какой-то предприятия. То есть, допустим, прикрутить макроскоп к Одинесу и ЦАПу это, ну, очень-то дорогого будет стоить и вряд ли вообще это получится. Ну, это просто очень долгие какие-то вещи. Я вот, если честно, я не знаю, никто, по-моему, это не делал. Ну, и в том числе, мы, допустим, спрашивали у одного из наших клиентов, у Красотмета, почему они это выбрали нас, они там пошли системами видеонаблюдения, они нам рассказали о том, что они пытались это сделать, и по итогу получалась у них такая история, что макроскоп, что ITV, что ISS, все эти модули не подходили под их параметры по качеству распознавания. Это раз. Ну, и самое главное, они предлагают количество лицензий на канале, и потом еще и предлагают лицензии там серверные. Переход к этим лицензиям подразумевает покупку больших там серверов огромных дополнительных, увеличение самой системы видеонаблюдения, в общем, там количество затрат очень высокое и непонятный результат по итогу получается. Использование аппаратных средств, вот здесь я перечислил те, которые самые первые вспомнил, это компания Zetec, Supremo, Hikvision, Dahua и прочие. Все это возможно, оно все более-менее неплохо работает, но это опять-таки без каких-либо интеграций, без каких-то либо сложных систем, и это очень узконаправленная история. То есть, если покупать там, допустим, терминалы распознавания лица от Zetec, то все распознавание, весь веб-интерфейс, все находится в рамках Zetec, и ничего больше вообще применять туда не получится никаким образом, у них нету такого функционала. Про третье я уже рассказал, про интеграцию с открытыми библиотеками, либо покупка библиотек у каких-то вендоров, которые предоставляют математику распознавания лиц, это отдельная история, то есть, это нужно интегратору что-то самому писать, это отдельная разработка, и поверьте нам, это довольно долгий и сложный процесс, потому что мы его прошли. Ну и, собственно говоря, на фоне всего этого, вот основные наши преимущества это кроссплатформенность, то есть, использовать возможные различные решения, во-первых, в рамках видеоаналитики, то есть, использование различных нейросетей, то есть, мы можем использовать не только аналитику Vision Labs, мы можем использовать и другие аналитики, у нас платформа умеет работать с многими системами, какими не могу раскрывать, опять-таки связаны идеями, но это возможность есть, возможность встройки существующей экосистемы компании, про это я уже в рамках всего, наверное, этого вебинара уже много раз я рассказал, что можно интегрироваться с чем угодно и как угодно, про нас великий опыт про работы и построение высоконагруженных и отказоустойчивых систем, я тоже рассказывал в самом начале и это очень важная история, потому что все софтверные решения, которые управляют доступом, это прямая безопасность и прямые деньги предприятия, оно должно работать безотказно, оно не должно ни ломаться, ни падать, мы систему умеем делать и доказываем это и у нас есть техническая поддержка, которая осуществляется 24 на 7, мы делаем правильный договор сопровождения и регламентируем ответ на любые изменения в софте очень по-разному, то есть договариваемся с конкретным заказчиком, как мы будем реагировать на ту или иную проблему, ну и возможность построения UI интерфейса, это тоже о чем я говорил, это очень важная история, чтобы интерфейс выглядел как единый дашборд, на котором удобно работать всем в рамках предприятия, будь то инженер предприятия, или это рядовой сотрудник предприятия, или это руководитель предприятия, или это топ состав предприятия, всем должно быть удобно в нем работать и мы это делаем таким образом или можем подстроить это под заказчика таким образом, чтобы ему было там удобно работать. Вот. Тут я хотел бы немного пофантазировать, рассказать, что будет дальше, вообще какие есть тренды в системах распознавания и по подобных интеграционных платформах, что нас ждет дальше и как это может развиваться. Есть такие тренды про железо, давайте назовем его так, то есть это и о чем здесь я хотел рассказать, что в данный момент уже выпускается, допустим, в компании Mapotix выпущена камера, на которых есть процессоры обработки и они тоже модернизируются, то есть в ближайшем будущем уже и в самих там камерах будет половина того, о чем я сегодня вам рассказывал, будет находиться на борту одной лишь только камеры, будут отдельные только сервера, которые будут обрабатывать часть кода и будет сервера там интеграции и визуализации. Будет возрастать необходимость специализированных в подчислителях, это говорит о том, что будет все мощнее и мощнее компьютеры и, допустим, одного будет компа хватать или одного там сервера будет хватать на обработку не только одного видеопотока с одного там завода, будет хватать одного сервера на обработку с множеством заводов, допустим, если это мы говорим про предприятие, которое это входит в группы компаний, в холдинги, организации какие-то крупные, большие, где там много заводов, там огромное количество людей работает. Ну и технологические компании тоже не стоят на месте, и Google, и Amazon, и все большие вот эти предприятия, они все тоже идут в эту сторону, у них все тоже развивается, аналитика и развивается и система распознавания лиц, и в целом аналитика развивается. То есть на данный момент есть разработки, которые уже распознают человека по его образу, то есть это некий набор данных, который собирается с, допустим, с предприятия, что один там человек в целом там ходит в одной и той же одежде. Есть системы, которые распознают людей по походке, то есть по эту сторону именно в распознавании по видеовым изображениям очень много, ну как бы трендов сейчас, очень много разработок, и это будет дальше и дальше очень сильно развиваться, в том числе это развивается не только в рамках технологий, именно железных, это развивается в том числе и в плане научных каких-то деятельностей. То есть вы все прекрасно, наверное, слышали про там единые биометрические там системы, которые пытаются внедрять наше государство. Если кто пользуется Сбербанком, то, наверное, тоже видел, что есть такая штука, как SberID, которая позволяет вам использовать различные продукты, экосистемы Сбербанка, экосистемы Яндекса, еще каких-то других систем. Сбербанком это такой сбор больших данных, на которых все лучше и лучше обучается в различной нейросети. Это сбор данных из открытых данных, которые находятся просто в интернете, мы выкладываем фотографии там в Инстаграме, к примеру, да. На этом тоже люди там обучаются, вернее, не люди, а программы. Будут переноситься все это в какие-то эмуляторы. Эмуляторы. Вот здесь я хотел рассказать тоже один из кейсов одного из предприятия, когда создается BIM-модель зданий. Внутри зданий определенным образом проставляются видеокамеры. Тот самый маппинг, про который я рассказывал вначале, туда интегрируется. И создается некое виртуальное пространство, на котором можно будет обучать людей по, например, эвакуации зданий. Или обучать какому-то технологическому процессу агрессивному, не находясь внутри этого процесса. Ну, то есть вот такие какие-то применения. Сквозные интеграции. Это предприятия, государства, жители. Или это вот единые биометрические системы, когда мы с вами придем, наверное, к такому времени, когда у нас не будет с вами ни ключей, ни карт доступа, ни паспорта, ничего. У нас будет вот одно наше лицо, оно же будет и паспортом, и правами, и двери будут открываться и домой, и в банке, и во все остальное. Это тоже туда все идет. На этом очень много научных различных трудов сейчас в этом плане есть. В том числе у нас есть история. Мы сейчас создаем некий продукт, который будет по итогу создания этого продукта, он будет внедрен в нашу интеграционную платформу, мы будем выдавать оценку для нейросети, для использования какой-то определенной нейросети. То есть, ну, к примеру, на предприятии, где 20 тысяч людей, нужна там очень точная система, допустим, мы можем использовать Vision Labs. Если предприятие где-то около тысячи людей, там суперточность, допустим, не нужна, мы делаем анализ каких-то других нейросетей и будем предлагать на выбор. Вот здесь можно использовать аналитику такого уровня, она будет стоить, естественно, ниже или, наоборот, выше. Ну, то есть, это история, когда мы научно можем доказать, какая нейросеть работает лучше. Потому что, по факту, если, ну, как бы разобраться, то нейросеть – это больше такая черная коробка, которая что-то в ней там происходит, какие-то математические почисления, и в итоге выдается какой-то ответ, который понятен программистам, но непонятен, ну, получается, в рамках бизнеса. Это очень сложно доказывать. Вот, это что касается таких научных трудов. Ну, и переход там к следующему уровню, когда управление компанией, вот я здесь написал, прям зачитаю, управление компанией, заводом будет осуществляться с экрана одного планшета, и больше ничего не будет. Будет какой-то один там человек управлять там огромным производством, и в том числе управлять людьми, которые там все-таки будут нужны для совершения какого-то технологического процесса. Ну, вот как-то такие, как бы, тренды, что нас ждет в ближайшем будущем. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, у меня почему-то ничего не видно. Если они есть, Андрей, пожалуйста, их озвучь. Я постараюсь на них ответить. Андрей. Да, Сергей, секунду. Сейчас зачитаю некоторые вопросы. Какова скорость обработки сигнала от момента распознавания до момента выдачи команды на действие триггера? Шлабаун, турникет и тому подобное. Спрашивает Николай Рыков. Николай, отвечу так. От одной до двух секунд. В зависимости от количества интеграционных связей и различных вариантов применения. То есть, если мы говорим о том, что система будет работать, ну, к примеру, без модуля лайфности, то это будет до одной секунды. Если с модулем лайфности, то это может быть до двух секунд. Какие базы данных вы рекомендуете использовать для качественной работы? Не совсем понятен вопрос. Я бы отдельно на него подискутировал, что именно, какие базы данных имеются в виду? Я так понимаю, что этот вопрос связан с ДВФУ. Подскажите, пожалуйста, как с потоком информации справляется служба охраны? Как решают вопрос с нарушением режима скорость реакции? Окей. Поток информации очень прост. У них в онлайне все показывается, и есть ситуационный центр, который рулит в целом всем. И у каждого из локальных охранников, который находится на входах в конкретный, получается, корпус, есть носимый планшет, на нем есть мобильная версия, и у него показывается на планшете цветовая, получается, обработка идет. То есть, если заходит человек, который находится в черном списке, или что-то с ним, допустим, не так, у него идет и цветовое, и звуковое сопровождение, он смотрит на планшет, на планшете появляется фотография полидная человека, фотография, как она распозналась, и экспозиционная фотография. То есть, это помогает ему очень быстро сориентироваться в пространстве, вычислить этого человека и сделать необходимые действия. Следующий вопрос. Вы используете лунно SDK, не так ли? А как насчет обновления на стороне клиента, когда обновляются библиотеки SDK от Vision Labs? Нет, мы не используем SDK, мы работаем на платформе. Обновление – это такая история платная. То есть, в рамках первого года, когда, получается, система продана, все, что обновляется у Vision Labs, мы обновляем в том числе. Дальше есть такая штука, как техническая поддержка, она стоит 25% от стоимости именно софтверного решения. Если клиент за нее платит, то мы обновляем все до последних версий, в том числе наши внутренние разработки, которые не касаются Vision Labs, мы тоже накатываем. Если клиент не платит, у него остается в любом случае работающая система, даже на старых сборках той же самой, получается, луны, все будет работать. Вы поставляете только софт или все подключить вместе с сервером? Можем сделать и так. Итак, именно компания Технозрение, она является разработчиком софтверного продукта. Есть в группе компаний, компания СтопСистемы, которая может сделать и проектное решение, то есть весь цикл, начиная от разработки технического задания до внедрения и исполнительной документации. В общем, весь цикл абсолютно полностью, в том числе и поставить оборудование. Следующий вопрос. Хранятся ли где-то фото, используемые для идентификации? В каком формате и разрешении Rastro? Да, хранятся они. Хранятся на сервере распознавания. Создается база данных фотографий валидных и, естественно, хранятся данные по тому, как распознала человека, то есть фотография, которая пришла с видеокамеры обычной. С видеокамеры обычно они хранятся в JPEG, по-моему, насколько я помню. Их разрешение точно сказать не смогу. Могу себе записать, если нужно, будет чуть позже скажу. Валидные фотографии, они, ну, разрешением не меньше 100 килобайт. У нас есть прям определенный регламент, как должна выглядеть валидная фотография для качественного распознавания. Чем она лучше, тем, собственно говоря, лучше будет эффект от распознавания. Коллеги, мы попытались ответить на все вопросы, которые сейчас вы задали. Если есть желание, задавайте еще, ответим на все. Ну, или можете мне написать, если чуть попозже возникнут вопросы, пишите в почту, звоните на телефон. Он всегда готов ответить, помочь разобраться без проблем. Да, коллеги, раз вопросов нет, спасибо вам большое за потраченный час. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что в перспективе у нас будет много совместных проектов с компанией Технозрения. Вообще вопросики есть, если честно, там появились сразу четыре в 15.01. Если есть возможность ответить, это Алексей Лукинчук. Да, 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 давайте, хорошо. Какие минимальные требования к серверам хранения? Как долго хранятся данные, спрашивает Юлия Сергеева. Ну, смотрите, данные, которые будут храниться, это маленькие фотографии, небольшие, и, собственно говоря, математическая модель лица. Данные очень маленькие. Ну, вот, к примеру, тот же объект Дальневосточного федерального университета, там 100 терабайт, проект работает уже год, и нагруженность процентов 20. К серверам, ну, для хранения там больших мощностей вообще не нужно. Если про это видеообработку, тут все в зависимости от масштабности системы. Если очень получается кратко, то одно ядро Xeon и графические карты примерно NVIDIA 2080. Количество видеокарт, но в зависимости от количества использованных каналов. Следующий, можно вопрос как? Да, да. Тимур Керимбов спрашивает, есть ли какое-либо обновление версии нейросети? Тимур, не совсем понятен вопрос. Это, наверное, больше вопрос окнера сети, это вопросы больше к Vision Labs. Они их обновляют, обновляют их с периодичностью раз, наверное, ну, наверное, в квартал, может, раз в два квартала обновления какие-то есть, но они не кардинальные, чуть-чуть что-то допиливают. Быстрее обновляется там SDK, чуть попозже обновляется сама платформа. А там в рамках самого предприятия работоспособности этой системы, ну, практически там ничего не меняется. Чуть-чуть увеличивается, ну, оптимизируется больше процессы. Сергей, еще вопрос от Артема Гордеева. Он спрашивает, насколько ухудшает распознавание аксессуары типа очков? Артем, если это очки не хамелеоны, то ничего страшного. Очки хамелеоны, они, да, ухудшают процесс распознавания. Обычные там очки, которые, ну, там солнечные, вообще никак. Или платок, есть, ну, тут есть такой еще, как бы, ну, нюанс, все в зависимости от порога, который нужен при распознавании. Ну, вот, к примеру, если мы будем использовать там систему для контроля доступа, то само предприятие, как говорит, о определенном проценте. То есть, ну, к примеру, подходит какой-то человек к видеокамере, его там распознает, и система подает ответ, что этот человек на 92% похож на, допустим, на Андрея Лунева, да, и при этом условия может пройти. Если подходит Андрей Лунев по лаклаве, замотанный, у него сверху одеты, я не знаю, там капюшон и черные очки, то его, скорее всего, вообще не распознает. А если он подойдет, допустим, просто там в черных очках, или у него будет закрыта половина лица, его может распознать там на 82%. При этом здесь уже регламентируется самим заказчиком, от какого процента распознавания стоит выдавать реакцию на систему контроля доступа, которая будет принимать решение по открытию. Либо это будет, ну, просто информирование там службы охраны о том, что подошел там человек на 80% похожий на Андрея Лунева, и они что-то должны с этим сделать. Ну, то есть это такая очень попариативная история. В целом, аксессуары практически не влияют. Аксессуары, макияж, смена прически практически никак не влияют на процесс распознавания. А какие камеры справляются с задачами лучше всего? Здесь правильный ответ будет, наверное, Mobotix. Верно. Если честно, то вообще любые от 2 мегапикселей. Но лучше использовать именно Mobotix. Так, еще вопросы были? Или есть? Или возникли? Кстати, нужно еще сказать о том, что мы готовы на любые пилотные истории. Если у вас есть заказчик, который, в принципе, интересуется системами распознавания лиц, будь то это для системы контроля доступа или для каких-то вообще, в принципе, других своих внутренних задач, мы готовы с анимацией пилотирования предоставляем его на какой-то процент бесплатно. Ну, то есть все в зависимости от задачи, естественно. Но в целом, если задача довольно нетривиальная, это просто показать, как работает там система распознавания лиц, сделать обратную интеграцию существующей системы контроля доступа на одном турникете, мы это все сделаем бесплатно. Мы подготовим там демокомплект. Если нужно будет и будет уже возможность передвигаться по территории России, можем даже прилететь, порассказать, там, вместе с вами прилететь к вашему заказчику, все у него установить. Для него это будет бесплатно. Платным демо мы считаем только то, которое заставит нас делать какую-то дополнительную работу, какую-то работу дополнительную делать. Ну, к примеру, нужно будет доказать гипотезу о том, что мы сможем синтегрироваться с какой-то некой системой. Ну, к примеру, там, я не знаю, доказать, что мы можем синтегрироваться с откудом от, там, Симонса или Bosch, допустим. Такой интеграции у нас нет. Она, скорее всего, будет платная от самого, получается, вендора. И тут тогда нужно обсуждать, каким образом мы это будем делать совместно. Потому что это и для нас работа, это какие-то, получается, инвестиции в сам проект. И я думаю, что тут, ну, как бы честно, будет использовать в том числе деньги заказчика, если ему это нужно. Сергей, вопросов вроде больше нет. Спасибо огромное. Еще раз спасибо всем за внимание. Да, спасибо всем тогда за внимание. Если будут возникать все-таки вопросы, пишите, звоните, либо в Mobotix, либо мне. Еще раз всем спасибо за внимание. Рад, что у вас есть интерес к нашим продуктам. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok